Пока все мы продолжаем со замиранием сердца следить за скачками курсов доллара и евро, всплыла еще одна страшная новость. Шаурма в России может подорожать на 10-15% уже с сентября. Производители винят во всем курицу, мясо которой в ряде регионов уже подорожало до 390 рублей за килограмм. Но мое сегодняшнее видео не об этом, а поговорим мы с вами о ситуации с бензином и газом для заправки транспорта в России. В одном из своих видео я уже говорил, что сразу несколько российских регионов, а если быть точным, таких 10, столкнулись с нехваткой топлива на АЗС. И уже сегодня в интервью ТАСС коммерческий директор одной из сети заправок заявил, что без экстренных мер со стороны правительства ситуация с топливом может только ухудшиться. И большего негатива во всю эту ситуацию придают новости о том, что помимо бензина региона столкнулись и с нехваткой газа для заправки автомобилей. По мнению эксперта, нужно либо ввести экспортные пошлины, либо увеличить производство, чтобы тем самым насытить внутренний рынок и избавиться от дефицита топлива. Вместе с этим очень странно выглядит позиция Минэнерго нашей страны, в котором решили спустить вопрос на тормозах и заявили, что ситуация с нехваткой бензина и газа решится как-нибудь сама собой. Объяснение о нехватке бензина, конечно, находят региональные власти. Так, например, в Астраханской области все списали на ремонт газоперерабатывающего комплекса, из-за чего якобы происходит перераспределение топлива между АЗС. Тем временем, по самым пессимистичным прогнозам, в случае продолжения нехватки топлива сначала исчезнут независимые АЗС, а затем бензин начнет пропадать в заправок нефтяных компаний, потому что топлива будет не хватать и у них. И одной из основных причин данной проблемы называется демпферный механизм, который, по идее, должен компенсировать нефтяникам недополученные доходы из-за продажи топлива на российском рынке по заниженным ценам. Однако, заявляется, что его и так не хватает. И более того, уже с 1 сентября правительство решило вдвое урезать на него бюджет. Повышать цены на бензин заправки не могут из-за требований Федеральной антимонопольной службы, которая угрожает им крупными штрафами. Также частной проблемой независимых АЗС может оказаться и разрыв в ценах на бензин, который может быть на 3-4 рубля дороже, чем у заправок нефтяных компаний. Если последние могут позволить продавать топливо по оптовым ценам или даже ниже, компенсируя потери за счет другой деятельности, то у частных АЗС такой возможности нет. И разрыв в цене ведет к оттоку клиентов от частных заправок, что грозит им серьезными убытками и возможностью закрытия. Похожая мысль, кстати, уже полгода назад озвучивалась в прямом эфире реального времени, посвященному качеству моторного топлива в Татарстане. Поэтому предлагаю сейчас посмотреть этот момент. Да, в республике имеется уровень цен, оно не одинаков во всех автозаправочных станциях, у всех владельцев. Могу сказать, что у крупных вертикально интегрированных компаний, которые выполняют рекомендации рабочей группы, и в основном у них в течение года цены не самые высокие. Но не только с нехваткой бензина столкнулись российские АЗС. Еще одной головной болью для некоторых из них стала нехватка газа, из-за чего часть заправок пришлось перестановить свою работу, сообщает коммерсант. По словам основателя группы компании «Калина Оил» Валерия Борисова, уже на 15 из 33 заправок, которые реализуют газомоторное топливо в Воронежской области, его уже нет. Он заявляет о том, что купленный газ стоит в цистернах в Липецкой области, но до заправок доставить его по непонятным причинам не могут. Официальных разъяснений по этому поводу бизнесмен не получил, поэтому он намеревается обратиться за помощью в Федеральную антимонопольную службу. При этом сложности возникают ведь не только у него. Как сообщает издание, еще несколько сетей, которые работают в Курской, Воронежской и Липецкой областях, столкнулись с похожими проблемами. Некоторые бизнесмены связывают возникший дефицит с задержками на железнодорожных станциях без объяснения причин. При этом фактически альтернативы перевозке по железной дороге не существует. Конечно, есть вариант с автомобильными цистернами, но чаще всего он оказывается заметно дороже, чем перевозке по железным дорогам. При этом называется и другая причина нехватки газомоторного топлива – отсутствие свободных объемов газа на бирже. Поэтому даже если бизнесмен и выкупает свободный лот, бывает так, что товар ему просто не отдают. И одной из возможных причин такого поведения может оказаться продажа всего доступного газа за рубеж, где это делать чаще всего выгоднее. Дизель, к слову, ситуация тоже не обошла стороной, но останавливаться на нем отдельно я не буду, потому что с ним происходит все то же самое, что и с бензином. Биржевые цены, на которые, к слову, второй день подряд устанавливают все новые и новые рекорды. Так, например, стоимость марки АИ-95 накануне превысила 72 тысячи рублей за тонну, а уже сегодня она перевалилась за 73 тысячи. Цена на АИ-92 приближается к 63 с половиной тысячам рублей за тонну. Зато стоимость летнего дизельного топлива началась снижаться к концу лета. Дорожает бензин, кстати, на фоне все того же сокращения демпферных выплат и повышения акцизов, которые начнут действовать уже в сентябре этого года. При этом Минэнерго заявляет, что прямое государственное регулирование цен, к которому призывают операторы автомобильных перевозок, может якобы привести к дефициту моторного топлива на автозаправочных станциях. Розничных цен ситуация на бирже, кстати, тоже коснулась. Вот, например, в соседней для Татарстана Башкирии они поднялись уже 11 раз с начала года, даже несмотря на то, что предыдущее повышение было 25 августа, то есть ровно 4 дня назад. В начале августа повышение цен на бензин зафиксировали и в Москве. Поэтому возможно, что для владельцев собственных автомобилей в скором времени может оказаться намного выгоднее пересесть на общественный транспорт. А регионом взять пример с моего родного Татарстана. Здесь уже с 1 сентября вплоть до самого конца 2023 года пассажиры смогут покупать билеты в транспорте со скидкой в 8-10 рублей. Причем на все виды транспорта, правда, с небольшой оговоркой. Скидку в 8 рублей можно будет получить при оплате карты МИР, а в 10 – при использовании карты жителей Республики Татарстан. При этом усиление требований перевозчиков повысить цены на проезд в общественном транспорте такой эксперимент вызвать не должен. Как заявляется, выпадающих доходов у них не будет, и они будут получать полную стоимость проезда. Такие вот новости из автомобильного мира. Не вижу сейчас особого смысла рассказывать, насколько поднимутся цены на какие-то отдельные автомобили, когда некоторые регионы сталкиваются с нехваткой моторного топлива. Но и здесь, к счастью, ситуацию катастрофической назвать крайне сложно. Тем не менее, я обязательно продолжу следить за ситуацией с нехваткой бензина, дизеля и газа в ряде регионов нашей страны. А пока кому-то настроение может скрасить возросшее в России количество око-маркетов и баров. И на этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. С вами было Реальное Время. Меня зовут Артем. До скорых встреч.